Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Глава города-курорта Сергей Сергеев отметил сильные и слабые стороны благоустройства и придорожного сервиса в Первомайском сельском округе. Лучший отдых безопасный. В Анапе проверка детских здравниц выходит на финишную прямую. Накануне Дня защиты детей для маленьких анапчан организовали благотворительный праздник. Примеры благоустройства объектов придорожного сервиса достойные подражаний и такие, что не достойны даже доброго слова. В ходе рабочей поездки в Первомайский сельский округ глава города Сергей Сергеев проехал по трассе Джигинка-Крымск и дал оценку придорожному бизнесу. Отметил добросовестных хозяев. А к тем, кто не дотягивает до заданного уровня, особое требование – до 1 июня привести объекты, здания и прилегающие территории в порядок. На трассе Джигинка-Крымск бросается в глаза автозаправочная станция номер 244. Территория благоустроена, разбита клумбой с цветами. Весной здесь были тюльпаны, сейчас высажены 50 кустов роз. Работники следят за чистотой и порядком. Вовремя косят траву, покрасили заборы бордюры. Проезжающим приятно, они смотрят, всегда останавливаются на нашей клумбе, когда розы цветут, фотографируются с детьми. Зимой мы всегда выставляем елочку, к нам люди приходят фотографироваться из поселка, с нашей красивой елочкой, с Дедом Морозом. Стараемся делать людям приятно. Расположена недалеко от этой АЗС. Заправка номер 38 выглядит по сравнению с соседской неухоженной. На территории, на первый взгляд, порядок, но небрежный. А вместо благородных сортовых – полевые цветы и растения. Клумбы заросли травой, сорняком и никак не оформлены. Сергей Сергеев привел в пример соседей. Глава города обратил внимание на придорожную торговлю, места на трассе для продажи сельхозпродукции в ненадлежащем виде, вывески грязные, баннеры рванные. За прилавками продавцы оставляют бытовой мусор. Почему-то считают, что кто-то за них должен навести чистоту и порядок. Кардинально другая картина на въезде в село Юровка. Здесь обустроен казачий стан. Члены Юровского хуторского казачьего общества не забывают о кубанских традициях. Места на казачьей ярмарке для продажи сельхозпродукции предоставляют сельчанам бесплатно. Оформлено все в едином стиле. Для гостей курорта казачий быт – экзотика, поэтому они с большим интересом осматривают объекты, как в музее. В дальнейшем здесь планируют продолжать благоустраивать территорию и добавлять объекты показа. Здесь только начали развиваться. Здесь будут грядки с помидорами, с тыквой, прям живые, чтобы люди приходят, они не видели. По телевизору только видят, как это все делается. В казачьем стане жители гостей курорта могут не только попробовать кубанские вареники, шашлыки, картошку с пылу жару, но и приятно из пользы провести время. До начала высокого сезона осталось меньше трех недель. В эти дни она позже встречает первые потоки отдыхающих. И внешний вид придорожных объектов – первое, на что обратят внимание гости курорта, въезжая в наш город. Крайний срок наведения порядка на прилегающих территориях – 1 июня. К игнорирующим эти правила применят самые жесткие меры. До начала курортного сезона остались считанные дни. На краевом селекторном совещании губернатор Кубани Александр Ткачев расставил приоритеты в сфере организации детского отдыха. Главное требование – безопасность. Сдать экзамен детский отдых на отлично. Такую задачу перед главами муниципальных образований и руководителями здравниц поставил губернатор Кубани Александр Ткачев. О готовности детских здравниц к летнему сезону 2014 шла речь на краевом совещании. Глава Анапы Сергей Сергеев также принял в нем участие. На селекторном совещании Александр Ткачев потребовал усилить контроль за состоянием всех детских здравниц и лагерей. Прежде всего, речь идет о противопожарной безопасности и соблюдении правил антитеррористической защиты. За санитарным состоянием пищеблоков и корпусов безопасностью на воде уровнем подготовки профессиональных кадров, считает глава региона. Я даже прошу обратить самое пристальное внимание на все детские аттракционы. В обязательном порядке пройти, проверить их техническое состояние, документацию, оценивать уровень подготовки персонала, обсуживающего них, выяснить, кто там работает и имеет ли он на это право. И здесь я обращаю ваше внимание на то, что самое главное в организации детского отдыха – это, конечно, обеспечение безопасности. В Анапе в этом году принимать детей на отдых будут 44 учреждения санаторно-курортного комплекса. Подготовка здравниц к летнему сезону 2014 велась с окончания прошлогодней оздоровительной кампании. На текущие и капитальные ремонты предприятий направлено 219 миллионов рублей. Закуплено новое медицинское оборудование, спортивный инвентарь. Планировали мероприятия полностью все, какие должны провести. Я думаю, что готовы во всеоружие. Мы провели 21 числа свое ведомственное совещание на территории города-курорта с приглашением всех из здравниц. Но я не отделяю этот отдых от отдыха наших детей, потому что у нас будут работать и лагеря дневного пребывания, мы будем ходить в походы. И еще очень много мероприятий, в том числе и спортивной направленности, которые будут проведены в начало сезона, а оно буквально на днях покажет, как мы готовились и со стороны будет видно. Но мне кажется, мы приложили довольно серьезные усилия для этого. Обеспечение безопасности – приоритетное направление при подготовке к летней оздоровительной кампании в Анапе. Во всех учреждениях санаторно-курортного комплекса, имеющих отношение к отдыху детей, установлена система тревожной сигнализации. Заключены договоры с охранными предприятиями. Дежурство будет круглосуточным. С 2013 года все пляжи детских здравниц оборудованы системой видеонаблюдения. Следующим шагом станет полный охват территорий пляжного отдыха с подключением к единой системе «Безопасный город». Кроме того, на всех пляжах установлены спасательные посты. В летний период дежурства на них будут осуществлять 558 матросов-спасателей. Роль не только глав муниципальных образований, но и руководителей здравниц в организации безопасного и комфортного детского отдыха, подчеркнул глава региона. Затронули на совещании проблемы в организации детского отдыха, выявленные как в прошлом году, так и при проверке готовности здравниц к нынешнему сезону. Глава Анапы подчеркнул, большая часть выявленных нарушений в работе учреждений санаторно-курортного комплекса исправлена. Со стороны федеральных структур, присутствующих на территории, которые во взаимодействии с нами по своим должностным обязанностям должны контролировать, и детский отдых в том числе, есть полное понимание с этими структурами. И работа в этом году будет в корне отличаться от работы в прошлом году. Для нерадивых мы создадим нетерпимые условия, для тех, кто работает хорошо, мы создадим ряд преимуществ. И в продолжение темы. Межведомственная комиссия города-курорта подвела общий итог готовности детских оздоровительных лагерей к началу летнего сезона. Наша съемочная группа побывала в детском санатории «Бемлюк» и выяснила, как здесь примут маленьких гостей. Система видеонаблюдения в санатории по последнему слову техники. 53 камеры установлены на территории по периметру в административных зданиях и спальных корпусах. За мониторами сотрудники охранного предприятия ведут круглосуточный контроль. Информация хранится в течение трех суток. При необходимости правоохранительные органы могут воспользоваться этой информацией. Все время под присмотром. За отдыхом детей следят и на пляже, обеспечивая полную безопасность. До 1 июня дополнительно установят видеокамеры, которые охватят и зону купания. Мы обеспечиваем спасательный пост, медицинский пост. Будет система видеонаблюдения, будет видеокамера. Непосредственно уже все документы подготовлены, все уже в рассмотрении. То есть в течение нескольких дней мы будем уже открывать наш пляж. Немало требований у проверяющих служб к организации питания. Санитарные условия, хранение продуктов, соблюдение технологий приготовления пищи. В меню детского санатория «Бемлюк» только вкусные и полезные блюда. Предпочтение отдают местным производителям, закупая для детского питания качественные кубанские продукты. Молочная продукция славянская, фрукты, сад гигант славянский, крымское печенье, то есть как бы кондитерские вещи. То есть в принципе большинство той продукции, которая употребляется, все-таки наша. В детском санатории «Бемлюк» более 300 маленьких ценителей. Приехали на отдых и оздоровление со всей России. Гости из Бурятии, Калмыкии, Дагестана. Мне нравится, как здесь кормят. Здесь вкусные продукты, булочки, коржи, соки, фрукты, которые дают. Досуг организован в лучших традициях детского лагеря. Настольные и подвижные игры, спортивные, общеобразовательные, развлекательные программы. Воспитатели и вожатые работают по двум сезонным программам – зимний и летний. В каждой предусмотрены занятия, направленные на лечение и профилактику. Разные водные эстафеты, постройки из песка, мода, море, тату, росписи, боди-арты. Так, чтобы детям было очень интересно находиться здесь, в Анапе, и они успели пофантазировать и поучаствовать в разных мероприятиях. Интересный, незабываемый, а главное – безопасный отдых, главные направления в работе детских санаториев. Комиссия проверяет здравницы на готовность к летнему сезону. Только выполнив все требования безопасности и организации детского отдыха и оздоровления, руководители детских санаториев получат разрешение и смогут принять детей в своих здравницах. И к другим темам. День славянской письменности и культуры отметили в Анапе. Прославляя святых Кирилла и Мефодия, православные верующие прошли крестным ходом и дали праздничный концерт. Святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности, в Анапе прославляли с самого утра. При поддержке администрации управления культурой и сотрудников роты ДПС празднование открылось крестным ходом. В храме преподобного Серафима Саровского собрались прихожане, а напчане и гости курорта на крестный ход. После благословения настоятеля храма отца Александра более 200 человек вышли на улицу Владимирскую. Шествие проследовало до часовни оси пророка. И здесь развернулось главное действие – молебен. Под колокольные перезвоны процессия выдвинулась к конечному пункту крестного хода. В театральной площади здесь с утра работали книжные выставки. Жители и гости курорта познакомились с уникальной выставкой православной литературы, которую организовали сотрудники библиотеки святых Кирилла и Мефодия. Библиотека работает на базе храма преподобного Серафима Саровского более 15 лет. Солидную коллекцию православной литературы представили сотрудники центральной библиотеки. Завершился праздник концертом, который длился более двух часов. Именно здесь творческие коллективы города-курорта еще раз показали – само слово лежит в нашем славянском творчестве. В преддверии 1 июня Дня защиты детей анапчане организовали благотворительный праздник. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и малышей из неблагополучных семей накрыли сладкий стол в кафе «Теремок» и устроили праздничную программу. В развлекательном детском центре «Теремок» накануне Дня защиты детей состоялось необычное праздничное мероприятие. Дети поздравляли друг друга сами. Воспитанники клуба эстетического воспитания «Дорога добра» устроили настоящий концерт для своих сверстников из реабилитационного центра «Ника». Идущие «Дорогой добра» буквально неделю назад отметили свое пятилетие. За эти годы воспитанникам клуба удалось многого достичь. Дети открыли вокальные и художественные таланты. Эта девочка, не умеющая говорить, запела и начала разговаривать. Виктория Логоша, лауреат краевых конкурсов, лауреат всероссийского конкурса специальной премии «Надежда». Участница телевизионного конкурса «Добрые соседи». Гости из центра «Ника» в долгу не остались и преподнесли в подарок поделки из бисера. А руководство развлекательного детского центра «Теремок» для всех юных гостей и их родителей накрыли праздничный стол. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин-Лад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В среду 28 мая в Анапе водит солнечно. Температура воздуха в дневные часы 19-21, ночью до плюс 18 градусов по Цельсию. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 19 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин